МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Под аккомпанементы гитары. Новая Бардовская площадь в Высоком мысу готова принять первых музыкантов. Без комаров и клещей в Сургутском районе продолжается инсектицидная обработка территорий в границах поселений. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Без аварийного жилья в Угуте началось строительство многоквартирного жилого дома. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сургутский район признан лучшим в сфере управления финансами. Муниципалитет победил в номинации за высокое качество планирования и исполнения бюджета 15-й Всероссийской конференции местные бюджеты в современных условиях. В конкурсе участвовали 263 муниципальных образования из 60 субъектов страны. Успешное планирование и управление бюджетом помогли Сургутскому району не только победить в конкурсе. Профессиональная работа муниципальных экономистов имеет большую практическую пользу для всего района. У нас есть вот такая управленческая технология бюджет развития. Туда включаются расходы, связанные с решением жилищных вопросов. Там же включены расходы на ремонт и инвестиции в объекты социальной и коммунальной сферы, дороги, благоустройства. То есть то, что непосредственно интересует жителей. Этот бюджет развития у нас очень высок. Он занимает порядка четверти собственных доходов. Стоит добавить, что это не первая высокая награда федерального уровня. Не так давно Сургутский район был признан территорией с наиболее благоприятными условиями для развития бизнеса по итогам 2021 года. Такую оценку муниципалитету дали профессионалы Торгово-промышленная палата и Минпромторг России. Определили лауреатов национальной премии в области предпринимательской деятельности «Золотой Меркурий». Сегодня в районе ведется всесторонняя работа по созданию условий для развития предпринимательской деятельности и инвестиций в условиях санкционного давления. Общими усилиями профессионального сообщества и властей удалось увеличить число действующих предприятий до 8600. Глава Сургутского района посетил с рабочим визитом два отдаленных поселения Сургутского района «Тундрино» и «Высокий мыс». Несмотря на то, что в обоих поселениях проживает небольшое количество жителей, эти места пользуются популярностью у туристов. Глава района проинспектировал, как ведется благоустройство. Подробности в репортаже наших корреспондентов. Новая Бардовская площадь в «Высоком мысу» готова принять первых музыкантов уже в июле. Объект завершен. На его строительство от идеи до полной реализации ушло два с половиной года. И это с учетом пандемии и проблем с поставками стройматериалов. У местных жителей амбициозные планы по эксплуатации своей благоустроенной фестивальной площадки. Свои идеи они озвучили главе Сургутского района, который посетил «Тундрино» и «Высокий мыс» с рабочим визитом. Так, ну слушай, ну все как бы, да. Подправили все, ну переживания были, конечно. Незначительный строительный брак подрядчики уже практически устранили. Администрация «Тундрино» примет объект только в идеальном состоянии. Но главные работы выполнены. За два года в пустом поле появилась современная фестивальная зона. Сцена, места для зрителей, скамейки, урны, арт-объекты, фонари, тротуарные дорожки и установлено ограждение. Много натурального материала, дерева, чтобы этот благоустроенный кусочек органично смотрелся в живописном поселении. Но все это из бюджета района выделили 37 миллионов рублей. Но глава уверен, такие вложения оправданы. Это, во-первых, событие знаковое, да, не только, наверное, для Сургутского района, но для Югры, таки Бардовский фестиваль. Это уже такое устоявшееся событийное такое мероприятие. Вот, ну и площадь-то достаточно функциональная. Я, конечно, сегодня только услышал, да, от Виктора Владимировича предложение по байкс-лету. Ну почему бы и нет, если все пройдет организованно, культурно, почему бы и нет, чтобы это все теперь сохранили. Площадку изначально облюбовали барды, и в знак уважения она будет выполнена в символичной форме гитары. Но предназначение ее будет многофункциональное. Сургутский район готов принять крупные региональные фестивали и уже создает для этого все необходимые условия. Место уже заинтересовало байкерское движение Югры. Можно байкерский фестиваль сделать. И, ну, проводилась работа определенная с байкерами, значит, Нефтьюганска, с Сургутского района, потом с Сургута. Инфраструктура вокруг событийной площадки будет расширяться. Рядом уже есть новая спортивная площадка. Неподалеку уже присмотрели место для палаточного лагеря. На тот же бардовский фестиваль приезжает более двух тысяч гостей, и всем им нужно комфортно разместиться. Что дальше-то? Будем что-то делать или нет? Ту часть, потому что сейчас площадь-то у нас меньше осталась под палатки. И поэтому на месте снесенного садика, там, 3500 метров, ну, просто площадку спланировать и чтобы палаточный городок. Есть у этого проекта еще одна незавершенная, но очень важная деталь – общественный туалет. Говорят, санузел будет очень современным и экологичным. А этим не каждый крупный город Югры похвастаться может. В Сургутском районе завершился первый этап инсептицидной обработки. Водоемы, которые находятся в черте населенных пунктов, были обработаны от комаров. В течение лета в Сургутском районе будет проведено три вида обработок территории. Водоемы от личинок кровососущих насекомых будут обработаны два раза за лето. Лесопарковые зоны и общественные территории обработают грызунов и клещей два и три раза. Контракт администрации у нас заключен с подрядчиком. 22 водных объекта в черте населенных пунктов у нас подлежит обработке. Это порядка 38 гектар общей площади на территории Сургутского района. Ежегодно в Сургутском районе от комаров обрабатывается примерно одна и та же площадь. Препараты, которыми проводится обработка водоемов от комаров, безопасны для людей. Эти вещества воздействуют точечно на что-то конкретное. В данном случае это личинки кровососущих, это комаров. Поэтому ни для рыб, ни для человека это абсолютно не опасно. На определенных участках берут пробы воды на наличие остаточных личинок и, исходя из полученных данных, планируют следующий этап обработки. Где проводить и в каких количествах. Помимо обработки водоема от комаров, территорию Сургутского района обрабатывают от клещей и грызунов. Всего на полноценную обработку территории из бюджета округа выделяется субсидия в размере 4 миллионов 700 тысяч рублей. Если говорить о средствах, то контракты у нас заключены на весь перечень услуг. Это аккорицидная обработка, лаврицидная обработка и барьерная дератизация. Второй этап обработки Сургутского района от комаров состоится в июле. Одно из самых отдаленных поселений Сургутского района деревня Угут прирастает культурными и спортивными объектами. Точнее, два в одном. В поселке готовится к открытию многофункциональный центр с библиотекой и спортзалом. Степень готовности очень важного и нужного объекта проверил глава Сургутского района Андрей Трубецкой. Все подробности визита в репортаже наших корреспондентов. Новый спортзал отдаленного поселка по оснащению тренажерами и инвентарем и городскому фитнес-клубу не уступит. Кардио, гребной, гребля, силовая рама стектор, гиперэкстензия, все виды олимпийской... Скамья наклонная, горизонтальная есть. Раму силовую купите. Купили. Полный комплекс по штанге, штуки три, дорожки. Все оборудование закуплено, мы с коллегами переговорили. Для библиотеки уже оборудование завезли современное. То есть вместо одного зала три теперь будут и детский, и взрослый, и семейный. И все спортивное оборудование тоже закуплено, закупали заранее. Поэтому все готово, чтобы с 1 июля она начала работать. Здание для многофункционального центра не пришлось строить с нуля. Под него отдали бывшее помещение детского сада. Первый подрядчик подвел, выполнил только часть работ. Пришлось искать нового, который вышел на объект только в апреле текущего года. Но с задачей справился. Ремонт был завершен уже к концу мая. На главе района все очень понравилось. Это его идея, я считаю, что это правильная идея, делать такие центры в отдаленных населенных пунктах. И вот он на сегодняшний день задает также вопрос о том, что еще необходимо для поселка. Ну, стоит вопрос строительства хоккейного крытого корта. Крытый хоккейный каток – вопрос времени. Скорее всего, ближайшего. Строить его планируют по концессионному соглашению. Сейчас администрация района занимается уже согласованием проекта документов. В одном из самых дальних поселений Сургутского района в деревне Угут началось строительство многоквартирного дома. В него переедут около 40 семей, проживающих в аварийном жилье. По итогам аукциона строительством дома по улице Молодежная занимается компания «Юганстройтранс». Планируем, что при хорошем с течения обстоятельств до конца года дом будет построен. Ну, а по планам это 23-й год ввод дома. 40 квартир. Застройщик «Юганстройтранс» – это давний застройщик на территории Угута. И, в общем-то, мы надеемся, что все эти квартиры будут приобретены в дальнейшем под расселение аварийного жилья и под списки очередности. Благодаря новому дому потребность в переселении в этом поселке закроется полностью. С подрядчиком переговорили, чтобы не в следующий год, а в этот год успел. Поселение-то небольшое. Здесь и аварийных домов-то всего на сегодняшний день три. Дом по улице Молодежная – уже вторая многоквартирная новостройка на территории поселка за последнее время. В прошлом году в Угуте был сдан в эксплуатацию дом на 60 квартир, куда смогли переселиться семьи из аварийного жилфонда. Сургутнефтегаз отремонтировал полкилометра дороги в дачном товариществе Сургутского района. Речь о ДНТ Барсовское. О ремонте договорился глава поселка Вячеслав Позняков. Эта дорога находится между Барсово и Солнечным. Она же – подъездной путь к еще пяти садовым товариществам, в которых живет порядка полутора тысяч человек. Здесь большая интенсивность движения. Трассой пользуются и дачники, и нефтяники. Из-за многочисленных ям и ухабин она была опасна не только для автовладельцев, но и пешеходов. На ремонт участка в полкилометра ушло около 8 миллионов рублей. Расходы в полном объеме покрыла компания «Сургутнефтегаз». Последние два года мы ее латали, максимально делали ямочный ремонт, но он не приносил никакого эффекта, потому что максимально быстро дорога разрушалась, и она была очень опасная. То есть опасная для автолюбителей, опасная для пешеходов, потому что машины, когда объезжали препятствия, понятно, что они могли кого-то сбить. А здесь очень такой населенный пункт у нас ДНТ Барсовское. Здесь порядка 500 домов. Здесь постоянно проживают люди. И постоянно они идут в городское поселение Барсово по своим каким-то нужным. Развитие дорожной сети – это один из приоритетов, понятно, Барсово. Но я хочу сказать сразу, отметить, что именно то, что случилось в этом году, что «Нефтегаз» обратил внимание, но это не только по нашей инициативе, то есть как администрации. Здесь были включены еще и сами жители ДНТ, то есть председатель ДНТ Людмила Александровна Казанцева. Она тоже звонила «Сургутнефтегаз», обращалась. Вместе с ней мы как-то разрабатывали стратегию, как вот это все дело решить. В муниципалитетах округа постепенно завершаются основные мероприятия Международной экологической акции «Спасти и сохранить». Сургутский район уже много лет принимает в них активное участие. В этом году итоги мероприятия подвели в Рускинской. Подробности в нашем материале. 2700 саженцев плодовых деревьев и кустарников высадили этой весной в поселениях Сургутского района в рамках экологической акции «Спасти и сохранить». Цифра привязана к акции Всероссийской сад памяти. В рамках этой акции высаживаются во всей России саженцы кустарников, то есть в память о погибших в Великой Отечественной войне. Финал «Спасти и сохранить» в этом году проходил в деревне Рускинская. В этом поселении очень следят за чистотой. Жители выходят на субботники каждые две недели. Уже провели акции «Чистые парки», «Чистый берег» и «Чистая дорога». Субботники у нас проходят торжественно. Выходим все, убираем. Поэтому стараемся держать в чистоте сельское поселение и прилегающие к нам территории. Экологическая акция «Спасти и сохранить» прошла уже в 19-й раз. В этом году в ней приняли участие все 13 поселений Сургутского района. Сейчас, да, мы закрываем акцию, но экологические мероприятия у нас традиционно продолжаются в течение всего года. То есть это ранний весенний период начала данных мероприятий и уже поздний осенний период – это конец данных мероприятий экологических. Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок